На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В матче четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Мозырьская Славия очередной поединок проводит дома. В соперниках Брестский Рух. Сейчас мазыряне занимают четвертое место. В их активе шесть очков. Ранее в чемпионате страны среди дублирующих составов Мозырьская Славия потерпела поражение от Брестского Руха. 0-2. Футбольный локомотив провел контрольный поединок в гостях с командой третьего дивизиона. Соперником железнодорожников стали представители футбольного клуба Жлобин. Матч завершился разгромным счетом 9-1 в пользу гомельчан. Напомню, чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге начнется уже на этой неделе. Откроет национальное первенство Полесское дерби. Локомотив и Светлогорский химик. Еще один представитель области Гомель также провел товарищескую игру на домашнем стадионе. Соперник зелено-белых Светлогорский химик. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5-0. Голевым успехом отметились Батищев, Юдинков, Некрасов и дважды Теслюк. Сегодня стало известно, что клуб переносит ежегодную встречу с болельщиками на более поздний срок. Однако директор Гомеля Василий Дроздов и главный тренер зелено-белых Иван Биончик ответят на вопросы перед началом сезона. Задать их можно в комментариях официальной группы клуба ВКонтакте. Вопросы принимаются до 15 апреля. В Беларуси появилась Ассоциация школьного спорта. Ее задача – проведение соревнований для школьников поощрения детей, показавших высокие результаты на международных и республиканских турнирах и привлечении инвестиций в детский спорт. Работать представители Ассоциации школьного спорта будут совместно с аналогичными организациями других стран и Международной Федерации школьного спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Скинтиян. Оставайтесь на Беларусь4.